Ради справедливости я должен сказать, что когда я с Чудопалом разговаривал, я не спрашивал у него, какой он диаметр срезов имеет в виду, или там 5 миллиметров срез, который у него зарастает, или 3 сантиметра, вот это я у него не спрашивал А, теперь моё, это закон природы, я вывел, это мой постулат, из миллионов, миллиардов, всё, что я вам показал, ещё покажу, срезов, за все годы, когда, ну, с древнего Рима, когда сады появились, да, до наших времён, уже не миллиарды, триллионы, триллионы этих самых ран, триллионы разрезов, ни один не зарос. Они не могут зарастать. В принципе, зарастают почти полностью и умудряются обойти эти заражённые, не заражённые, а болезненные места, типа солнечных ожогов, типа этих самых морозобоин. Это дерево само лечится, к нему нельзя подходить. А раны эти делать нельзя по одной причине, ни одна из триллионов за все эти тысячи лет садоводства, ни одна, ни одна, ни единого не заросла. Как я знаю? Ну, давай ещё немножко пройдёмся. Я закончу с этим. Видите как? Правильно, неправильно? Вот вы видите, вот потом увидите, нормальный человек, когда увидит, скажет, это неправильно, это страшная рана, это страшная, если справа налево, это, и даже та зелёная, которая правильная, она такая же страшная. Вот. Высказался. Теперь идём я, ой, дойдём ли мы до разрезов, до распилов? Я не знаю, у меня несколько папок. Вот. Вот это вот нас учат. Я бы за такое учение, бы, это, он отрезал ветку, я бы ему пальцы отрезал. Это усадьба. Это миллионы зрителей. Учёба называется. Насколько, Константинович, правильно я тебя понял, что ты признаёшь только весеннюю обрезку, но не летнюю, так? Не летнюю? Конечно, летом же поздно, она же не зарастает, потому что первое, нет сокодвижения. Но я понял, что именно во время сокодвижения идёт активное зарастание, так же? Да. Я понял. Да, только что зарастание идёт естественный хрант, а оно действительно зарастает. А искусственное, всё равно не зарастает, хоть ты плачешь. Вот на экране. Ну, куда лучше-то? Вот она, обрезка на кольцо. И дерево начало умирать. Ведь потом посмотришь, ахнешь. У меня материал особый, я человек особый. Я патологоанатом, я взял на себя страшную роль доказать, что Тимиревская академия не права. Девять разных, девять сортов, девять видов веток надо уничтожить. Представляешь, по их мнению, на планете нет ни одного правильного дерева. Не оприкоса, не слива. Все нужно резать. У всех ветки не туда растут. Я десятая, самая безобидная, знаешь, какая? Я всегда удивлялся. Я наблюдательный, я выбираю самая безобидная. Ветки перекрещиваются, от ветра трутся друг от друга, и одну надо уничтожить. Мол, пока она не погибла. То есть трётся и дотрётся до смерти. Я... Ну, уничтожать, зачем её? Просто укоротить её, чтобы она растёт. Сейчас подойдём к этому. Любая ветка, любая почка, любая бесценная, любая, это самое, которая имеет определённую площадь, любой зелёный лист. Поэтому не так просто надо взял, обрезал. Я проверил на сотнях примеров. Я хожу каждый день, каждый год, 40 лет. У меня судьба такая. Скрещивается, трутся друг от друга. И всё, что получается, это мозоли. Трётся, и это фактически рана зарастает тут же. И ни одна ветка от того, что из двух перекрещивающихся... Вот я показываю на экране, вот они трутся, пальцами показываю. Ни одна из них не умерла из сотен. А нам говорят, умрёт. Заранее давай уничтожим, пока она не умерла. А она не собирается умирать. Вот классика так и говорит, да. Вот и говорят. Смотри, сейчас я подхожу к своим распилам. Во-первых, в начале дерево уничтожается так. Маленькая ранка. Ну, как... Меньше, чем 5 копеечная монета, где-то примерно. Да тут всего сантиметра полтора. Природа выжрала. Морозы выжрали вот такое. Человек взял долоту, стамеску, да. И ещё больше её разворотил, вместо того, чтобы дать ей зажить. Внимание. А потом сделал искусственное лечение. Вот оно. И он считает, что он дерево спас. И хоть бы слово сказал, что выше ещё одна рана на кольцо. Ты же дерево губишь просто-напросто. Вот и дерево ещё... Вот знаете, есть такое понятие побелить-покрасить. Раньше побелить было. Это... Оно пользы нет, но и вреда особого нет. Но начали красить деревья. И я смотрю, раны-то понаделают. А зачем тут это красить? Ведь уже же есть то, что хуже морозобоин. Смотрим дальше. Так вот уточни, пожалуйста. Красить это... В смысле водоэмульсионки, что ли, красить? Нет, нет, нет. Водоэмульсионка это водный раствор. Он безобидный. Он всё равно отвалится, рассосётся и ничего не будет. Он, ещё раз говорю. Начинали мы все с вами с гашённой извести. Вот. И её эту гашённую визу осенью побелишь, к весне её следов нет. Весной побелишь, опоздал. Раны-то они на границе зимы-весна. А белят обычно там, ну, майские праздники. Ну, уже поздно. А люди придумали это... Я их называю... Назвать их... Они не просто халтурщики. Они обманщики. Они проходимцы. Дело в том, что они придумали краски. Краски, вот, со сложным составом, для того, чтобы они не отлепали. И вот, когда они перестают отлепать, отваливаться от дерева, они отвалятся потом, с мёртвой корой. Под ней кора умирает, а этого никто не знает. Краски продаются во всех магазинах. Раз. Именно для побелки. Раз. Краски эти пропагандируются всеми, чем только возможно. Два. Вот, чьи она говорил. Теперь идём дальше. Я сейчас постараюсь короче, потому что прошло уже 25 минут, и люди устают от этих разговоров. Ну, красить деревья для меня новость. А, ты что, значит, по магазинам не ходишь? В интернет не смотришь? Признавайся, в интернет не смотришь. Это я сколько тут смотрю, только недавно начал смотреть. Как только весна, всё обрушивается на бедных людей. Крась, а то оно обморозобойное. Крась. А то, что под этой краской гниёт кора и дерево умирает. Ладно, идём дальше. Она ж не дышит. Дыхания-то нет. Вот я сейчас показываю. Самые безобидные ранки выглядят так. Это просто рана. Её никто не делал. Она сама у дерева случилась. И сюда попал мороз. Терпимо? Терпимо. Следующий снимок. А вот это человек взял, вот начинается самое главное, и сделал рану на кольцо. И хорошо видно, надеюсь. Вот она рана, вот она. Она почти плоская, её плохо видно. И вот теперь смотришь, что внутрь попало. Вот. Древесина была уничтожена, омерзлена. И теперь там царствует самое настоящее грибное царство. Вот, гриб-трутовик. Не было бы раны, не было бы его. И это дерево было бы живо, а не мертво. Я работаю с мёртвыми деревьями. У меня-то, я оставляю сучки. Ладно, идём дальше. Вот. Сейчас. Ой, у меня тут столько всего. Это надо, да, бесконечности. Одно из первых деревьев, которые погубил я, я погубил три дерева, с тех пор ненавижу ни себя, ни всё, и весь этот народ. Вот. Вот так вот. Сейчас. У меня получилось так, что я теперь не знаю, как А, вот. Нет, 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 нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне надо отсюда выбраться. Ну, я такой специалист. караул. Я тоже за свою быту, тоже погубил несколько деревьев. Ну, я чему-то научился, надеюсь, вы тоже. А, ладно, мы сейчас будем заканчивать. Я не могу так долго говорить, потому что в моих вебинарах это всё есть. Я нарвался случайно. Я нарвался случайно, не знаю, как выбраться. Видите, чёрный экран вокруг, и ни одной стрелочек, ни одной значка. Так вот, это я фотографию делал, знаете, когда, показать бы, эту фотографию я делал в ливневую погоду. Вот она, вот так идёт, работает листовой аппарат, который, А, является фотосинтезом, и, Б, форма листьев, вот, раз, дальше, значит, рёбра жёсткости листьев, рёбра жёсткости, это, ну, вы поняли, потому что определённый наклон, с листика на листик, с листика на листик, вот так вот работают листья. И если стоит только веточку отрежать, и прощай, идёт уже тогда не на кончике веток идёт струя, направляемая, это, с неба, направляемая листовым аппаратом, когда падает вода с неба, вот, а насквозь попадает, не туда, где кончики этих корней, а туда, где их нету, этих кончиков корней. И, получается, странно, идёт дождь, а дерево страдает, вместо этого получают только раны. Вот если мне удастся выбраться отсюда, Господи, вот, занесло же меня, да, позарился. Ну, вот, пожалуйста, так же, поневоле, но она всё равно, получается, листается, вот, поневоле, вот, пожалуйста, вот, пример. Вот. И, наверное, давайте на этом, может, закончим, или ещё полистать. Ага. В общем, я ролик вам сейчас скину, потом мне будет интересно вашу оценку узнать по этому ролику. Ну, до свидания, парень. Ладно, спасибо за звонок, помогли маленечко разобраться. Кстати, вот сейчас так получилось, что ещё пару этих, я ещё пару, у меня получилось так, что первое же деревья, черешина, это самая нежная вещь, они более нежные, чем персики, представляешь, вот. Они вверх отказывались расти, верхушки отмерзали, росли кустом. Тогда я стал делать специально. Девочка Юля, это студентка Омского университета, на моей практике, и вот я показываю. Сразу делаю куст, не пускаю вверх, а раз, пример, вот. И вот ещё пример, вот она лезла вверх, отрезал, и вот это и есть весенняя обрезка на формирование кроны. Тут я разложу руками, без этого у меня получались длинные такие, до 10 метров, и я смотрю, как птицы жрут мои черешни. Вот. Господи, как бы выйти, я же ещё не все показал. Вот. Разговаривал я с Юрой Евсюковым. А, привет ему. Насчёт тебя, да. Он очень высокое мнение. Я о нём тоже, я о нём тоже, мы с ним фильмы создавали вместе. Это... Очень высокое мнение он о тебе. Юрий, привет, я его не забыл. Он тоже один из первых, кто это. Я не говорю, меня поддержал. Мне оппоненты нужны, знаете, как здорово, когда есть оппоненты. Он хоть и человек неоднозначный, но я сам удивился. Он поначалу не был такого мнения. Сейчас я как-то с ним говорил. Он очень, очень высоко оценил вашу работу, твою работу, твой вклад именно в садоводство. Ой, спасибо. А спорили мы с ним отчаянно. Но он, когда я издавал первую книгу, вот, я сказал, что денег нет, книги никогда не будет. Помните Медведева? Денег нет, но вы держитесь. Вот. И он единственный, кто звонит мне, говорит, Константинович, а тогда это были другие деньги. Высылаю, а у него пенсия была, допустим, 10 тысяч, высылаю 5 тысяч, вот, на издание книги, собирай деньги. Вот. Я, как я на него кричал, не смей, эти 5 тысяч так и останутся, я на них не сдам. Это было. Господи, ну как мне выбраться-то отсюда, куда я попал. Вот я опозорился. Нет, вроде, или уж тогда листать дальше, что ли. Ну ладно, Валерий, давай, до свидания. Ещё последнюю фотографию. Это называется, приезжает человек на автобусе из Казахстана, мы ему готовим саженцы. Зачем вы режете? Я говорю, без обрезки ни одного не отправим. Обрезка на, это уже следующая обрезка при пересадке. Вот она, половину кроны долой, тогда приживутся. Вот последняя, это ещё и остаётся обрезка, которую я поддерживаю, это обрезка на омоложение. Но это уже будет другой совсем фильм. А сейчас мы... Да, ещё информацию такую хочу сообщить. Где-то в конце августа, там, или где-то так, или в начале сентября, собираюсь съездить в Судопалову. Я с ним разговаривал уже. Вот. Дело в том, что у него очень много сортов персика. Где-то 55 сортов персика у него. Ага. Вот. Его... Да, я хочу вот... Он говорит так вот. Ну, говорит, приедешь, будешь пробовать, что понравится, то и косточки, в смысле, косточки взять у него, чтобы вот. То, говорит, и возьмёшь. Вот я хочу к нему съездить. Ясно. Мне бруски присылал косточки персика шлихта. А марлосойкость оказалась ноль. Я даже не ожидал. Даже близко, даже никакой надежды. Моя вина, моя ошибка, что я, как всегда, некогда. Я не взял, не отложил веточки, чтобы сделать прививку уже на своих подвоях. Вот. И я потерял, упустил этот сорт. Абсолютно не мордостойкий. Вот. Ага. Там какие-то у него канадские сорта. Но там много сортов у него. Ага. И последнее. Вот. Он говорит, гонялся он два года за этим сортом персика. Два года за ним гонялся. И, наконец, это ему удалось получить его. Ну, через там третьи руки уже он получил с Крыма персик. Вот. Что-то он там, говорит, до 500 и более граммов в размере. Ну, по весу этот персик. Ага. В общем, это, говорит, самый крупный персик в мире, говорит. Крупнее, говорит, нету нигде, говорит. Он так сказал мне. Вот я хочу из одной посмотреть, что это за персик у него такой. Я говорю, а как, насчет чего, как? Он, ну, говорит, я говорю, наверное, дорогой, наверное. Наверное, тысячи, наверное, две, наверное, три. Ну, саженец, в смысле. Он, говорит, я, отдал за него 15 тысяч, говорит. За это саженец, говорит. Нормально. Но он того стоит. Ага. Он того стоит. Да. Да. Да, это вообще паритет, такой персик. Ну, я, это, укрытие, это не мое направление, поэтому я даже и пытаться не буду. И потом, что такое Сибирь? Персик шлифта у меня первый год замерз до самой земли, но корни живы. Он вырос еще больше. Тогда я решил его спасти, и вместо того, чтобы черенков нарезать и перепривить, я взял, укутал, как только мог. Но еще одна зима, ну, под 40 где-то. И он просто вообще не проснулся. И даже корни замерзли. Вот так вот. У меня подобная история была с абрикосом. Точно такая же была подобная история с абрикосом. Ну, давно еще. Лет, наверное, 20 назад. Тоже укутало его. Лучше некуда было. Ну, и чего? Он черный весь. И не проснулся. Вообще. Ни от корня, ни от чего. А вот такие дела. Ну, вот, кончается вторая 20-минутка. Я так не смог выбраться отсюда. Сдуру попал вот сюда. Ну, я такой специалист. Ладно. Вот. Все равно получится два фильма. Первая серия и вторая серия. Значит, назовем телемост с этим. С еврейской тонной областью. Ну, и фамилия обязательно Хрусталек. Так, теперь, значит, у меня будет этот, вебинар в понедельник, да? Если пришлешь мне все данные, чтобы... Я раскручиваю всех. Ну, это с фамилией отчества, само собой. Спроси мне отчество, уже не помню. Дальше телефон. Ну, если найду, найду. Ну, все данные какие, почему? Давай это, еще осталось полторы минуты. Откровенно. Саженцы продаешь? Саженцы продаешь? Саженцы продаешь? А, что я продаю, что ли? Продаешь? Я что-то сейчас уже это дело маленько забросил уже. Ну, с саженцами я поначалу много занимался, а сейчас что-то я немножечко это... Валера, давай еще, короче, если надо, давай все данные для раскрутки. Ну, и не надо, значит, не надо. Все, отключается сейчас сам этот. Давай, давай, чуть не сказал, прощаться. До свидания. Спасибо за звонок. Все, что мы говорим, пригодится. Я только сильно упор, напор был, я всегда волнуюсь, когда вижу, как колеся деревья. Да вроде и так, вроде звонит, звонит, звонит. А, говорит, да нету, я не делал ничего, не делал. А, звонит и звонит. Да. Ну, я за все годы показывал порядка 200-300 фотографий. И ни одной зажившей раны. Это не шутка, это все серьезно. Все, Валера, отключается оно само. Все, отправляю я сейчас ролик. Давай, пока.